приветствую вас дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки сегодня мы поговорим о хризантеме как подстраховаться не выкапывая коз с открытого грунта сохранить этот сорт сегодня я пройду на участок покажу некоторые сорта хризантем которые можно не выкапывать но сохранить путем черенкования то есть можно взять черенок сразу с открытого грунта тем самым мы не потревожим наш куст корневище мы оставим его и уже посмотрим как он перезимовал этот сорт а возьмем с него черенок будем черенковать хризантему для того чтобы размножить и уже стопроцентной уверенностью знать что этот сорт мы сохраним до следующего года у меня в данный момент стоят горшки которые я сейчас в данный момент держу на улице под открытым небом это те сорта которые я буду сохранять на следующий год для того чтобы размножить хотя это корейские зимостойкие сорта и уже виде черенка продавать альбом будет зимой когда уже у курению черенки буду видеть сколько того или иного сорта хризантемы и только после этого сделаю альбом где-то на декабрь январь будет альбом с черенками ссылочка на одноклассники где будет альбом под этим видео будет сейчас на примере сорта nbe wedding рэд и на примере сорта гомпи white я вам покажу как можно взять черенок и где для того чтобы растение наше осталось в целости и сохранности так рассматриваем полностью куст мы видим что из пазух листьев в основном почти что нет побегов а есть извиняюсь вот он побег вот великолепный побег он вот так нормально для того чтобы укоренять посмотрите как очень хороший будет и с прикорневой зоны вот растет новый из отводка отводка идут от корня от центрального корня у нас идут отводки вот он здесь можно либо обрезать вот так взять черенок либо поддеть и там уже будет корешок с корневой системы посадить тогда наш куст останется в целости мы не будем все отводки убирать мы возьмем всего напросто один черенок а новые отводки их много если присмотреться вот они только-только начинают выходить вот здесь мы все конечно отводки выбирать не будем мы возьмем всего один черенок из прикорневой зоны и один черенок из пазухи листьев вот этот материал это будет отличный материал для укоренения для сохранения этого растения вот здесь допустим у нас гомпи вайт точно так же здесь очень много боковых побегов присмотритесь вот все они идут из пазухи листьев они молодые не одеревеневшие вот такой очень хороший материал для укоренения при корневой зоне точно также есть у нас этот отводки новые сейчас получше карту камеру покажу сфокусирую вот посмотрите тоже хороший материал для укоренения здесь пошли новые отводки вот они поэтому будем сейчас брать субстрат и укоренять для укоренения я буду использовать готовый субстрат от травита живая земля если у кого-то плохо получается укоренять в субстрате хризантема может загнивать если переувлажнение пробуйте в одном вермикулите либо агроперлите очень хорошо укореняются черенки в одном агроперлите я уже пробовала укоренять сейчас я делаю опрыскивание субстрата обычной водой без добавления стимуляторов для укоренения я использую как всегда свой корневин и так берем ножницы не буду я поддевать полностью и нарушать корневую систему я вот так обрежу и укореню вот такой череночек он мягкий я думаю такую черенок укорениться с большой вероятностью макаем в корневин и выпускаем субстрат приминаем у основания чтоб не было пустот между черенком и субстратом вы заметили что мне грунт вот я придавила сейчас он у меня не переувлажнен он в основном вот средней влажности потому что любой черенок на таком на такой стадии когда только мы ставим на укоренение он не любит переувлажнение и самая главная ошибка многих начинающих садоводов цветоводов переувлажнения также другой черенок я обрезаю вот здесь в пазухе листьев я даже могу обломить вот так сейчас немножко подровняем его если есть бутончик я бутончик убираю из центра открываем бутон опудриваем в корневине конечно неудобно одной рукой но я думаю суть ясна и субстрат также приминаем сейчас в данный момент я обязательно подпишу эти стопочки что за сорт вот второй черенок два черенка мы взяли с этого растения обязательно покажу вам итог за какое время период они укоренятся где я буду содержать такие черенки стопки с черенками стопках обязательно дренажные отверстия поставила вот такие контейнеры с крышкой контейнер на полтора литра здесь помещается 6 стопочек вот такие накрыла крышкой подписала число точно так же еще один контейнер то есть сегодня я буду брать черенки и ставить на укоренение для подстраховки хотя кусты хорошо зимуют но мало ли как покажет нам зима как покажут погодные условия стоять они будут у меня вместе с питоне здесь я в теплице в будущем зимнем саду здесь я рассадила свои черенки и питоне посмотрите как они отлично выглядят я вам показывала не раз что делаю прищипку но питоне это будет совсем другая тема не будем отклоняться от темы хризантемы я вам питоне показывал уже несколько видео здесь у меня стоит не только хризантем к но и другие черенки которые тоже уже укоренились вот крышки видно нужно рассаживать сегодня буду резать другие на растения и пока что будут здесь не в квартирных условиях а будущем зимнем саду здесь у меня лампа висят здесь я могу вечернее время досвечивать тепло температура 25 27 градусов то есть здесь очень тепло днем днем солнышко пригревает и если конечно уже температура опустится ниже 15 то я перенесу их домашние условия вот так друзья на этом все не буду больше занимать ваше время я думаю суть ясна что можно сохранить нашу хризантему не только путем выкапывания и помещи выкапывание куста и помещаю какое-то прохладное помещение неотапливаемая либо в теплицах прикупы но и на эту тему было много видео в плейлисте все хризантеме есть у меня на моем канале вам мира добра размножайте хризантему украшайте этим многолетним растением свои сады и они будут вас радовать своей пышностью цветением и красотой пока пока до новых встреч до новых интересных видео